Добрый день, дорогие коллеги! Вот уже практически четверть века как в этой проблеме, как с точки зрения практики, так и с точки зрения науки. Но могу сказать следующее, что многое, что у нас меняется в научной составляющей, многое, что меняется в нормативной базе, но не меняется у нас система регистрации. Я, пожалуй, с этой позиции начну и этой же позиции, скорее всего, попытаюсь завершить. Нет ничего более политизированного сегодня в здравоохранении, не только, прежде всего, Российской Федерации, чем проблема ИСМП. И решать ее нужно с точки зрения политики, потому что с точки зрения медицины мы в значительной степени исчерпали все свои возможности, поскольку говорить друг другу о значимости этой проблемы среди врачебного состава, конечно, очень важно и нужно, говорить о новых технологиях, методиках, способах решения этой вопроса. Но, к сожалению, без политического начала решение данного вопроса в России невозможно. Но эти цифры вы уже видели и знаете их неоднократно. Надо сказать, что год от года они, к сожалению, растут. И вот эта политическая компонента, она очень ярко выражена в тех странах, которые этим вопросом достаточно активно занимаются. Наши цифры, они либо существенно скромнее, либо они гипотетические. Почему так? Ну, поскольку мы сегодня и реальную позицию не можем знать с точки зрения реального количества заболевших, то как мы можем реально посчитать эту цифру, поскольку она действительно может быть только лишь сопоставима с тем количеством заболевших, которые мы регистрируем в странах США и Европы. Структура, ну, она достаточно известна, я на ней останавливаться не буду. Более того, ее прекрасно прикомментировали выступающие мои коллеги. И коснусь, собственно говоря, в большей степени неких аспектов профилактического начала, которые все сводятся в значительной степени, в значительной степени, подчеркну, на неспецифической профилактике ИСМП, поскольку специфики, ну, там, может быть, за исключением вирусного гепатита В, мы вряд ли что сейчас и найдем. Контактный механизм передачи, артифициальный, искусственный или искусственный воздушно-капельный, они как раз определяют в значительной степени всю палитру ИСМП на современном этапе. Руки медицинского персонала. Важнейший фактор риска, и Николай Иванович об этом прекрасно сказал, с этим фактором в значительной степени сегодня связана основная часть ИСМП, особенно гнойно-септических. Это и хирургия, и реанимация, и до 50-70% этому фактору уделяется внимание. Надо сказать, что сегодня уже звучали позиции по Земельвейсу. Действительно, от Земельвейса до профессора Пите так сегодня построена была конференция в Будапеште, буквально которая состоялась месяц назад. В настоящий момент вот та называемая Женевская модель, которой проповедуется Дидье Пите, который сегодня, ну я хочу сказать, превратил данное направление, он даже как бы, так сказать, пытается сделать некое шоу для того, чтобы привлечь максимально так называемую комплоентность к обработке рук. И правильно Николай Иванович сказал, что, ну я бы еще подчеркнул, вот мне пришлось гранки этого фильма, который будет впервые в Российской Федерации показан, он уже распространен в 150 странах мира, но Российская Федерация у нас как белое пятно. Поэтому вот в ноябре профессор Пите будет у нас в Российской Федерации на конгрессе по СМП, и будет как раз демонстрация данного фильма на русском языке. Так вот один из коллег, который был составителем этого фильма, он сказал, что важно не только знать о том, что надо руки обрабатывать, и этот момент выполнять, но еще и выполнять в отсутствии средств возможного наблюдения за тобой. Вот тогда это действительно будет так. А если это все делать только под камеру, ну или же делать это под нажимом, то-то, конечно, так сказать, мы, да, мы говорим о кожных антисептиках, мы говорим о том, что они действительно крайне-крайне нужны, но реального эффекта мы видим только, ну может быть, в отдельно взятых учреждениях, которые занимаются этим вопросом более или менее профессионально. А таких в Российской Федерации я могу только по пальцам перечислить. Эпидемиологическое значение артифициального механизма передачи также непреложно. Количество манипуляций у нас растет, объем и степень инвазивности мы все их знаем, возможности сегодня, и в том числе по использованию целого ряда методов и направлений, в частности эндоскопии, которые сегодня у нас используются практически в любых компонентах лечения профилактики любых нозологий. Аэрогенный механизм передачи. Но в отличие от Европы, я бы сказал, что Россия, она всегда идет и шла, идет своим путем. И мы расцениваем все возможные факторы передачи инфекции в лечебных учреждениях. Так и не только руки, любые компоненты, любые возможные варианты нами должны быть расценены с точки зрения возможного предотвращения. И в том числе в последние годы я знаю, что достаточно активно и в научном, и в практическом отношении развиваются вопросы, связанные с профилактикой аэрогенного механизма передачи. Много Николаю Ивановичу внимания уделил. Я буду, соответственно, очень, так сказать, кратко говорить о микробиологическом мониторинге и значимости. Это важнейший компонент, как возбудитель, как часть эпидемического процесса. Сегодня мы прекрасно знаем о том, что до 80% это гнойно-септические инфекции, в структуре ВБИ и СМП. Они обладают сегодня высочайшей устойчивостью к антибиотикам и к дезинфицирующим средствам. 27 февраля этого года Женева публикует список наиболее устойчивых микроорганизмов, которые устойчивы ко многим антибиотикам и представляют высочайшую степень лекарственной устойчивости. Это, опять же, говоря сегодня, как величайшие проблемы современности. В настоящий момент ВОЗ расценивает несколько степеней по критичности. Это критические, высокие и средние приоритеты. Самая важная группа, как вы видите, включает бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, которая представляет высокую опасность для больниц, домов престарелых и пациентов, за которые требуется особый уход. Но это, прежде всего, реанимационные пациенты. Они включают... И, как вы знаете, произошел у нас сдвиг за последние 25-30 лет. От грамм-плюс к грамм-минус. И сегодня ацинетобактер, псевдомонос, эклепсиела, колес, и раций, протей являются основными доминантными возбудителями, и бороться с ними крайне-крайне сложно. В них есть еще и генетическая одна предрасположенность, как по формированию резистентности к современным антибиотикам, как среди конкретных видов возбудителей, так и передачи к данному генетическому материалу другим бактериям. Поэтому сегодня эта позиция, как вы видите, подчеркнута ВОЗ, и сегодня вопрос антибиотикорезистентности является одной из важнейших, я бы сказал, межгосударственных по политической значимости вещей. Профилактика СМП. Подчеркну, что она сводится прежде всего в значительной степени к неспецифической профилактике. И в ряду этом и организационной, и гигиенической. Но сегодня мы коснемся дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, лечебные, диагностические и технические. В этой связи мы бы хотели подчеркнуть, что дезинфекционные и стерилизационные мероприятия являются важнейшими, на наш взгляд, хотя неважных мероприятий не имеется, но просто их четкая организация в немалой степени определяет решение вопроса по профилактике СМП. Хотя еще раз подчеркну, что в ряде ситуаций наиболее важными являются нетребующие затрат организационные мероприятия. И поэтому в списке они стоят, как вы понимаете, первым. Надо сказать, что благодаря деятельности Института дезинфектологии и целого ряда других исследовательских центров мы за последние годы совершили определенного рода прорыв в изучении новых дезинфектантов, стерилиантов и различных технологий. И за последние, наверное, 20-25 лет было изучено более тысячи различных вариантов дезинфектантов и дезинфицирующих средств и различного вида оборудования. Все это определяется в немалой степени действующей у нас в Российской Федерации национальной концепции. Отдельный раздел существует «Повышение эффективности дезинфекционных стерилизационных мероприятий». Следует отметить, что вопросы, связанные с этим аспектом деятельности сегодня в лечебных учреждениях, является одним из крайне значимых и крайне важных. Более того, к сожалению, у нас есть еще, как всегда, некий определенный, я бы сказал, российский след, который нельзя наблюдать практически ни в одном из государств Европы. Это когда мы сами знаем о том, что мы зарегистрировали заниженные концентрации, недействующие режимы, но, тем не менее, перерегистрировать их в рамках Российской Федерации сегодня по всем настояниям представляется, к сожалению, пока невозможным. Мы это все знаем и поныне мы знаем те центры, благодаря которым происходит определенное формирование госпитальных штаммов, а именно таким образом мы тренируем госпитальные штаммы, получаем вспышки с летальными исходами, особенно у детей, их констатируем, их декларируем, но, тем не менее, решить вопрос кардинально, тем не менее, мы, к сожалению, не можем. Это очень пока удручающий факт для нас. Поэтому вопросы, связанные с аккредитацией и, может быть, даже двойное слепое исследование должно быть, как это требуется и проводится в рамках Европейского сообщества исследования ДЭС-препаратов, в значительной степени позволило бы нам снизить эту позицию, но мы сегодня используем только факт, опять же, благодаря нашему центру, который работает на базе института, по информированию о недобросовестных производителях. Что следует отметить в области стерилизации? Конечно, то достижение стандарта качества 1 на миллион простерилизованных изделий остается пока для нас большой, дальней, мерцающей звездой. Потому что когда у нас есть отдельные регионы, подчеркну, которые дают 2% нестандартных проб, то о какой сегодня позиции 1 на миллион мы можем говорить. Это, конечно, в значительной степени говорит о недоработанности, недооснащенности современных ЦСО, если таковых вообще достаточное количество. К сожалению, мы говорим об этом из года в год, но здесь еще раз подчеркну, для решения, кардинального решения, требуются серьезные капиталовложения и, конечно же, государственный подход к этому вопросу. Максимальная замена на многократные изделия, на изделия однократного применения, к огромному своему удивлению, мне казалось, что даже, мне кажется, в регионах, которые у нас, ну, может быть, далеко от Москвы, там нет такого уже, потому как, мне казалось, уже все работают одноразовыми шприцами. Оказалось, в глубинке, оказывается, есть еще и многоразовые. Поэтому вот к огромному нашему сожалению, вот этот момент, он при всей своей непреложности также имеет и остается быть значимым. Производство, внедрение практику того или иного отечественного оборудования, прежде всего моющих дезинфицирующих машин, именно отечественного производства, они, соответственно, другие по цене, другие по качеству. К огромному счастью, у нас есть ряд компаний, их очень малое количество, которые такие изделия уже зарегистрировали на рынке Российской Федерации, и поэтому эта позиция у нас, как бы можно сказать, в известной степени выполненная, вопрос другом, надо оснащать лечебные учреждения. Никто практически вручную на Западе этого не делает, никто не моет инструменты, все это делают машины. И устранение человеческого фактора в данной ситуации тоже является одним из очень важных компонентов профилактики гемоконтактных инфекций в частности. Создание производства современного стерилизационного оборудования, в том числе с холодной плазмой, подчеркиваю, это только пока есть единичные вещи, но они также требуют и длительной наработки, и активного внедрения. Применение кожных антисептиков, внедрение современных методов обработки кожи рук пациентов перед инвазивными манипуляциями. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что вот все то, что говорил Николай Иванович, и то, что пропагандой является сегодня профилактики СМП по обработке кожи рук, причем принятой во всем мире, к сожалению, у нас еще не в полной мере отработано. Очень медленно идет этот вопрос, и, конечно, мы чаще всего пытаемся находить, но они действительно и объективные причины есть тому, поскольку не всегда можно обеспечить тем объемом и кожных антисептиков, и перчатками медицинские учреждения, к огромному нашему сожалению. Вот на замечание со стороны, справедливые замечания со стороны Игоря Васильевича, конечно, нам всем надо вычитывать документы перед тем, как они идут уже на подпись. Конечно, в немалой степени, так сказать, они не зависят от тех, группы тех исполнителей, которые есть. Есть финальный человек, который несет это все и правит. И в ряде ситуаций мы это знаем, что когда вроде как написали одно, а на выходе зарегистрировано совсем другое, из другой терминологии. Вроде как будто нелогично, но тем не менее это очень и очень частый факт. Поэтому сегодня одним из наших достижений, может быть, в какой-то степени, я просто постараюсь их кратко прокомментировать, та позиция, которая сведена была в некий единый документ по использованию медицинских перчаток в практике лечебных учреждений. Она включает несколько пунктов и была утверждена в прошлом году. Я полагаю, что это такой полезный документ для всех, потому что он дает, ну скажем так, некую суммарную позицию по тому, как использовать медицинские перчатки, в каких ситуациях и какие именно. Далее, разработка и внедрение, это вот то, о чем, по сути, ну я сейчас, может быть, предвосхищаю, но я завершать буду этим, о внедрении так называемых эффективных в эпидемиологическом отношении инноваций, которые нам надо почаще, ну как бы смотреть на них и внедрять. Это в значительной степени связано сегодня, подчеркну, в немалой степени связано с обеззараживанием воздуха. Несколько методических рекомендаций было выпущено нашим институтом. Это аэрозольная дезинфекция, все преимущества ее известны и высокий эффект ее совершенно очевидно доказан, причем во многих учреждениях есть, к счастью, отечественное оборудование. Далее, применение установок импульсно-ультрафиолетового излучения сплошного спектра в медицинских организациях сегодня, я хочу сказать, этот документ уже, по сути, наверное, будет у нас претерпевать некие изменения, поскольку сегодня мы уже документировали факты не только воздействия на воздух, но и на поверхности. Поэтому исследования у нас продолжаются, я полагаю, что мы будем свидетелями выхода и нового документа. Достаточно эффективное оборудование, которое интенсивно используется сегодня во многих клинических центрах и лечебных учреждениях России и за рубежом. Применение установок для обеззараживания воздуха, основанных на принципе воздействия постоянных электрических полей. Данный документ находится сегодня на рассмотрении в Роспотребнадзоре, прошел официальное публичное слушание и был утвержден ученым советом института. ЦСО – очень важный компонент деятельности любого крупного хирургического стационара. И в данной ситуации специалистам, которые работают на уровне Игоря Васильевича и крупных специалистов клиник, тут все совершенно понятно. Оно должно быть такое же по отношению, как оперблок, но никак не меньше. С такой же тщательностью выполнено, имеющее определенные уровни зонирования. Оно должно быть хорошим, просторным и обеспечивать необходимую ту задачу, крайне важную задачу, которая связана с оборотом медицинского инструментария. Крайне важный компонент. И вот тот, кто бывал в клиниках на Западе, видел, как это все происходит там. Как к этому, какое к этому там отношение. И какое отношение, к сожалению, пока у нас. Но я хочу сказать, что вот Москва, но может быть, потому что регион недотационный, вот, и имеет возможность хотя бы зарабатывать, то он и имеет возможность хотя бы несколько, в значительной степени, может быть, побольше, чем в других регионах, продвинуть эту проблематику. И сегодня тоже ставится вопрос о разработке нового документа по ЦСО, поскольку у нас документ тот старенький достаточно. И современные подходы нам диктуют совершенно иные принципы и зонирования, и деятельности данного учреждения. Но здесь нормально и работать ЦСО, эта практика становится невозможной по обеспечению сохранения здоровья и пациентов, и медицинских работников. Еще один очень важный компонент. Не надо его рассматривать как новомодный тренд. Он, к сожалению, достаточно распространен и хорошо использован уже сегодня во многих зарубежных клиниках и стационарах. И кто-то, подчеркиваю, тот, кто бывал в этих стационарах и видел, как работает ЦСО, о системе трекинга никому рассказывать не стоит. Сегодня есть отечественный продукт, он зарегистрирован у нас сегодня в Росреестре и может быть использован вами, когда вы будете делать модификацию своего централизованного стерилизационного отделения. В соответствии с этим, вот вопросы движения медицинского инструмента от разных позиций по медицинским подразделениям, ну, закрасился желтым цветом, является очень важным моментом, по которому при системе трекинга можно абсолютно точно узнать, где в какой момент находится инструмент, когда кому и была сделана операция, и если вдруг потребуются случаи ПИД-расследования, можно будет четко и сразу уточнить, какой из наборов или даже какой из инструментов мог послужить такому моменту. Ну и так далее. Там очень много опций, которые очень нужны эпидемиологу и нужны практическим специалистам, оптимизирующим деятельность по обеспечению стерилизации изделиями медицинского назначения. Резистентность к дезинфицирующим средствам – это новая проблема, еще раз подчеркну, для мирового здравоохранения, но совершенно не новая проблема для российского. Мы знаем о том, что такие позиции у нас существуют, к огромному нашему сожалению, знаем наши российские болевые точки, пытаемся с ними бороться, но тем не менее проблема не исчезает. Сегодня тот анализ, который и проводился Нижним Новгородом, сегодня, вот он уже в течение последних 5-7 лет проводится нашим институтом, и необходимость такой позиции, мы очень долгое время ждали данный документ для того, чтобы проводить эту ситуацию на уровне официальных порядков и для того, чтобы любой специалист определял чувствительность ДЭС-препаратам и в Якутии, и в Калининграде, и на Сахали не приблизительно, а именно по той же технологии, которая у нас сегодня зарегистрирована, и созданы методические рекомендации по решению данного вопроса. Сегодня мы видим, что резистентность формируется чаще к четвертично-аммониевым соединениям, производным гаванидином, третичным амином или же этим компонентом, а они сегодня составляют на рынке России в той или иной композиции порядка 70-80%. Поэтому сегодня требуется системный подход в отношении профилактики формирования такого рода резистентности к двум компонентам, воздействующим на микроорганизмы. Поэтому сегодня, и вот даже еще раз подчеркну, важность этого государственного подхода формируется на уровне Евросоюза, что в 2009 году уже проходило такое решение Евросоюза о разумном использовании дезинфицирующих средств и антибиотиков для того, чтобы не формировалась перекрестная резистентность, а такие моменты мы знаем, но в научном отношении эти позиции еще мало изучены, к огромному сожалению. Как один из вариантов решения этого вопроса, это вопросы возможной ротации ДЭС-препаратов, но здесь надо четко помнить, что ротируется ДВ на ДВ, а не просто один ДЭС-препарат на другой, со сходным компонентом химических составляющих. Очень важным компонентом, на наш взгляд, и очень важным моментом с точки зрения профилактики, который все больше и больше приобретает интерес за рубежом, хотя раньше, еще, наверное, лет 15 назад об этом практически никто не говорил на Западе, это возможности использования не как альтернативы, а как дополнительного средства решения вопросов ИСМП, это вопросы использования бактериофагов. Но нас здесь учить особенно нечего, я имею в виду в Российской Федерации уж, к счастью, единственный научный приоритет, который остался за нами, это 100-летнее использование бактериофагов с момента их промышленного использования и с точки зрения их возможного использования для лечения профилактикой целого ряда инфекционных болезней, в том числе и внутри больничных инфекций. И в данной ситуации фаги, они чем хороши, у них, так сказать, нет разницы, стафилококк резистентный, метицелин резистентный или не метицелин резистентный, он видит стафилококк, если сальмонелла у нас или синегнойка у нас полиантибиотикорезистентная, ей фагу, собственно, все равно, только фаг должен быть литическим. Но и в данной ситуации я хочу сказать, что мы в известной степени пошли чуть вперед и были созданы у нас утверждены в 2015 году методические рекомендации, ну и, собственно говоря, проект санитарных правил 26-30, который благополучно у нас повисел на сайте в 2015 году, а потом куда-то опять исчез, и вот мы сейчас говорим о том, что будет реинкарнация уже этого документа, который, в принципе, наверное, требует детального пересмотра по тем положениям, которые уже были, выйдет в 2018 году. Ну, дай бог, очень хочется в это верить, поскольку данные стремительно устаревают, и мы вынуждены все чаще и чаще ставить вопрос о пересмотре целого ряда документов, но базисный документ, он должен быть, на мой взгляд, весьма с оперативным вариантом решения по его обновлениям. Известный момент, но, тем не менее, мы решили его официализировать, и в данной ситуации совместным трудом явилось вот создание таких методических рекомендаций, хотя профессор Брусина Елена Борисовна, Ольга Михайловна Дроздова, Санкт-Петербург, профессор Зуева достаточно часто применяли для решения своих непосредственных задач использование метода биологической дезинфекции, но, тем не менее, официоз мы придали именно на государственном уровне, создав такой документ. Я очень благодарен за то исследование, которое в настоящий момент было начато нами и в настоящий момент проводится, и профессору Шумилову Владимиру Ивановичу, и Татьяне Анатольевне Солминой, и всему коллективу 67-й больницы за проведение данного, на мой взгляд, очень интересного и перспективного исследования, которое сегодня еще продолжается, но те первые результаты, которые мы получили, в значительной степени нас обнадеживают. Была эпидемиологическая ситуация, по которой резко возросла циркуляция синегнойной палочки за последние четыре года практически в восемь раз. Она и циркулировала в одном из сложных отделений гнойной хирургии. Мы обработали фагом четырежды, причем использовали пиобактериофаг, степень лизабельности, вот она здесь визна в отношении всех компонентов, шести компонентов, которые входили в состав фага. Мы обрабатывали, еще раз подчеркну, четырехкратно, 700 метров квадратной площади, и в качестве контрольных точек для репрезентативности показателей выбрали 140 контрольных точек, которые проводились исследования санитарно-микробиологические как до проведения той или иной обработки, так и после. Что мы получили? Конечно, мы получили некие сдвинутые эффекты, в ряде ситуаций мы, ну, как бы, так сказать, там были у нас и драматические моменты, особенно после второй обработки, но через полтора месяца после четвертой обработки отсутствие персистенции госпитального штамма псевдомоносаурогеноза, та, которая у нас, собственно говоря, вызывала основную позицию элиминации госпитального штамма клепсиал, пневмонии, существенное снижение количества выделяемых бактерий группы кишечной палочки, а также двукратное уменьшение количества штаммов стафилококкуса ауреус. Ну вот этот слайд. И что самое очень такое, на наш взгляд, очень важное и в научном компоненте тоже. Есть отдельные публикации, их очень мало, одна-две. И я знаю только одна компания, обратилась вдруг совершенно случайно в Тольятти, и одна из моих диссертантов мне позвонила, говорит, вроде как будто этот препарат проходил исследование у вас. На каким образом сегодня есть понятие такой биологической дезинфекции, но не в том объеме, который мы используем с фагами, а на Западе. Но действует приблизительно так же, как и работает препарат бактисуптил. Бацилис субтилис, бацилис циреллс внедряется во внешнюю среду, она размножаясь, вот эти вот бактерии, они вытесняют условно-патогенную флору и тем самым на локальных очень позициях, ну я знаю, что есть такая позиция, одна из работ в Германии, по-моему, одна из них в Чехии, вот что-то, дай бог мне память, если не изменяет. Но это единичные вещи, которые так очень широко и красиво называются как биологическая дезинфекция. Так вот мы получили эту позицию, когда появились бацилис циреллс и бацилис субтилис на том фоне, когда их никогда не было в этом отделении, и мы назвали это так называемыми маркерами микробиологической частоты. В данной ситуации эпидемиологический эффект каков? Было до того 83 случая, 73 из них характеризовались заносами, но было и порядка 12% инфицированных внутри отделения. Такой эффект у нас на фоне заносных случаев при отсутствии в случаях внутри больничного инфицирования держался порядка года. В 2016 году. Мы достаточно сегодня в перспективе работаем, и если говорить по стерилизации, то будет Конгресс, и институт является у нас представителем от России Всемирного форума по стерилизации, и мы поддерживаем самую высшую в этой степени по больничной стерилизации организацию, и подали свои документы в целый ряд тезисов, в целый ряд международных конгрессов, в том числе самый представительный, который ведет конгресс в Швейцарии ИКПИК-17, это профессору Пите. Вот ждем, какие результаты будут. Но обещали, во всяком случае, даже помочь с докладами. Посмотрим, как это все реализуется. Сегодня, еще раз подчеркну, мы активно работаем с целым рядом мировых сообществ и профессиональных сообществ. Многих здесь на этих фотографиях вы видели, и я очень надеюсь, что вы придете к нам на вот этот конгресс 14-15 ноября в этом же месте, где будут как раз те мировые лидеры, в том числе и профессор Кенбург, и профессор Пите, и целый ряд наших других коллег, но это уже из известных, подтверждившихся факт своего присутствия, будет делегация из Японии, поэтому я полагаю, что это действительно будет интересно. Один из таких моментов, и я думаю, что мы сейчас будем этот вопрос решать через официоз Роспотребнадзора об участии России в движении «За чистые руки». Но это вот та позиция, которая была у нас сделана в качестве такой акции нашим институтом 5 мая 2015 года. Кстати говоря, 5 мая считается днем чистых рук. Ну и завершая, могу сказать, что может быть, может быть, и очень надеемся на то, хотя, честно говоря, и пессимистических позиций тоже немало, без решения правительства решения проблемы СМП не может быть. И вот сегодня, реализуя постановление Дмитрия Анатольевича Медведева от декабря прошлого года, внесены предложения Роспотребнадзорам и Минздравам по реализации пилотного проекта в 8 регионах Российской Федерации. Там будет участвовать порядка 25-30 крупных стационаров, более 40 известных всем экспертов в этой области, с возможным вариантом привлечения экспертов за рубежа. Может быть, я полагаю, но и поскольку это сегодня было движение сделано со стороны правительства, очень хочется надеяться, чтобы те результаты, которые будут получены в рамках этого пилотного проекта, позволили бы России держаться на мировом уровне, а не констатировать каждый год факт невозможности регистрации СМП. Ну и неспецифическая профилактика, на мой взгляд, будет в немалой степени все равно определять ту позицию, которая связана с профилактикой данной группы патологии человека. Спасибо вам огромное.